Приветствую вас! Итак, вы спрашиваете, что вам сделать для того, чтобы выйти замуж в самом лучшем смысле этого слова. Для начала необходимо определить свою семейную позицию как женщина. То есть какое положение в семье занимает женщина. Условно говоря, позиции три. Ведомые, ведущие и равные. Вам необходимо выбрать для себя позицию. Вам необходимо четко на ней закрепить, сказать, что вот эта позиция характеризует меня и наиболее полно меня раскрывает. Дальше, если мы говорим о браке в самом лучшем смысле этого слова, то мы говорим всегда о партнерстве. Я думаю, вы не будете с этим спорить. А раз так, то партнерство должно быть изначально в отношениях сразу. То лучше всего, если мужчина, потенциальный мужчина, который может стать волчим мужем, будет иметь с вами партнерские отношения до брака. Соответственно, здесь мы можем говорить про некую совместную общую деятельность, которой бы вы могли заниматься вместе с мужчиной. Вот здесь речь заходит о том, что вам интересно, о ваших интересах, о ваших хобби, о ваших увлечениях и так далее. И если у вас интересов, где была бы постоянная текучка мужчин, нет, ну что ж, придется такие интересы искать. И именно там вы сможете увидеть мужчину с разных сторон, ну с разных, я имею ввиду, в рамках той сферы, в которой вы будете взаимодействовать. Вы можете увидеть мужчину с разных сторон, вы можете к нему присматриваться, вы можете увидеть, как он себя ведет. А дальше уже, в зависимости от того, опять же, какие у вас представления о женщине, либо делать первый шаг, либо делать все для того, чтобы мужчина сделал первый шаг. Хотя, лично я считаю, что это в некоторой степени манипуляция. Вот, собственно, и все. Дальше вам нужно будет просто показать, что вы можете и готовы мужчине дать все, что он хочет. Вот то, что ему нужно. Мужчина сделает своей женой ту женщину, которая продемонстрирует ему, что может дать ему все, что нужно. Ну, исходя из, как я уже сказал, гендерных позиций. Что касается второго вопроса, почему в Газках Василиса, прекрасная царевна Лягучка, сама предлагает себя Иваном Драком? Естественно, вопрос странный, не очень понял вообще, к чему, какое отношение сказки имеют к вашему, собственно, вполне реалистичному вопросу, да? Вот, но все же отвечу. Вы историю России почитаете просто. Вы увидите, что на протяжении всей истории России, вплоть до, не знаю, до, наверное, начала 2000-х, до и то не всегда, в некоторой степени даже до сих пор, а женщина всегда оставалась на старых ролях. И женщине охладилась второстепенная роль. И считалось, что женщина не выживет без мужчины. А поскольку все русские сказки писали мужчины, то женщина в сказках, в такого рода сказках, ну, представляет собой именно тот самый идеальный образ женщины, которая сама все делает, чтобы либо подчеркнуть ценность и важность мужчины. Ну вот. Еще более яркий пример этого представляет собой аниме, японская мультипликация, где для, соответственно, мужской аудитории, женские персонажи рисуются максимально привлекательно с учетом современных реалий. Вот вам и ответ. То есть, Василиса Прекрасная – это собирательный образ идеальной женщины того времени. Почему вы выбрали именно русские народные сказки? Ну, для меня загадка, если честно, потому что, ну, немного странно в 2019 году опираться на образ женщины из русских народных сказок. Ну, вы бы еще опирались на образ женщины первобытных племен. Ну, странно. Много странно. Вот. Тем не менее, вопрос есть вопрос, я на него ответил. Как бы, как бы все. Надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что вы, собственно, добьетесь того, что хотите. Подписывайтесь на мой канал.